Добрый день, гость нашей передачи сегодня видеоблогер Мария Зубова. Мы поговорим о том, как развивать YouTube канал и какой контент должен нести YouTube канал для подрастающего поколения, который сейчас является тем потребителем данного контента. Мария, добрый день. Скажите, пожалуйста, сейчас прошла сессия YouTube на волне хайпа. Скажите, пожалуйста, на какой все-таки контент ориентирован канал YouTube и какой он несет потенциал? Здравствуйте. Потенциал, как я оцениваю, какой контент пишешь, так и выстрельнет. Разумеется, все зависит не только от тебя, но и от рекламы, от партнеров, которые тебя, так скажем, продают на соседних каналах. Реклама может быть не только платной, но и бесплатной за счет коллаборации. Коллаборация, думаю, это все блогеры в курсе, да, то есть диалог, любой формат видео с известным блогером. За счет этого и идет основной поток подписчиков к вам на канал. Вы во время своего выступления отметили, что нельзя на YouTube-канале прославиться хорошими делами. Как все-таки необходимо развивать тот контент на YouTube? Вы верно подметили, заметили, что я сказала, хорошими делами прославиться нельзя, да, на YouTube, к сожалению. На самом деле можно, просто гораздо сложнее. Почему вчера вот и говорили, да, о платформе YouTube, о том, что необходимо говорить, писать яркие, желтые такие лозунги. К сожалению, именно по ним и выходит большинство людей. Наверное, потому что слишком вкусно, слишком сладко, это не всегда интересно. А когда крещащие такие негативные отзывы, почему-то люди чаще нажимают на них. И не обязательно, если у вас будет название негативное, начинка должна быть такой же. Нет, можно просто использовать вот такой вот ход маркетинговый за счет яркого и такого пищащего названия, доносить до аудитории добро. Вы сказали, что основной контент сейчас это дети, то есть подростки, более молодой контингент сидит в YouTube. А сейчас с развитием технологий, скажите, пожалуйста, видите будущее подрастающее поколение YouTube, которые сейчас в основном это подростки? Какое я вижу поколение подрастающее. На самом деле было очень, так скажем, обидно, после видео, которых я писала добрые, хорошие, просмотров идет буквально до тысячи две, до пять тысяч. После того, как ты пишешь провокационное название и достаточно дерзкое видео, просмотров просто сразу же в разы подрастают. 60-70 тысяч просмотров. И также комментарии от юных поклонников ты получаешь как позитивный, так и негативный. И вот именно по негативным комментариям я почему-то и определяю будущее, так скажем, будущее состояние нашей платформы YouTube. Я имею в виду именно детской аудитории, да, то есть до 18 лет. Так как проект Hype Camp смотрит именно, ну как бы вот именно такой, да, процент зрителей. Поэтому достаточно плачевно. На самом деле я и вовсе не планировала заниматься YouTube, но после того, как начала читать такие отзывы различные, поняла, что негативных больше, чем позитивных на определенные видео, которые я выложила только что, хотя в нем ничего провокационного не было, поняла, что стоит все-таки именно из-за таких хейтеров продолжать снимать в добром ключе видео, так как они подписываются из-за злости, вот, а, да, пожалуйста, хорошо, то есть на вот этот вот негатив отвечать яблоками, отвечать фруктами, отвечать добром. И основная идея после проекта, да, так как сейчас я снимаю в основном видео с проекта Hype Camp, да, замок блогеров, это снимать видео о Дальнем Востоке. Для того, чтобы развивать наш родной Дальний Восток, наш Хабаровск развивать, потому что, будучи в Москве, в Санкт-Петербурге, в Сочи, к сожалению, о Хабаровске именно дети знают мало, совсем мало. И после того, как я выложила одно из видео, и там мы говорим о Дальнем Востоке, очень много отзывов мне присылали ВКонтакте, в Инстаграме, ну, в соцсетях во всех, о том, что, о, а Сахалин рядом с вами? И я понимаю весь тот ужас, что, да, они вообще о нас не знают, да как так? Ну, то есть, вот это вот меня, конечно, просто убило, поэтому хочется развивать. Вот. А какой контент будет будущего канала, посвященного Дальнему Востоку? Какой контент? На самом деле у меня очень много всего интересного будет, вплоть до, так как я являюсь режиссером, я хочу проводить и мастер-классы по риторике, по подаче себя, актерской, да, подаче, то есть и такое будет направление. Будет направление мастер-классы по твистингу, будет по экспресс-аквагриму. А по Дальнему Востоку хочу именно подать для детской аудитории, а это через достопримечательности города. То есть, какие места буду проходить по городу, прям показывать, рассказывать, где что, потому что первое, на что смотрят дети, это на развлечения. Ну и у каждого развлечения буду уже рассказывать, чуточек сеять того, что у нас, да, историю Дальнего Востока, историю Хабаровска, вот, и, ну вот, как-то так пытаться. Потому что иначе, если ты сядешь как педагог и будешь рассказывать, а вы знаете, что у нас, к сожалению, у тебя больше, чем минуту из трёх твоих пяти минут вещания никто смотреть, слушать не будет. Нужно, чтобы было ярко, частая смена картинок и так далее. Ну вот это вот поколение Ютуба, оно как раз-таки, да, воспринимает клип о восприятии информации. А вот в этом ключе, если мы говорим о детях, да, о том контингенте, который сейчас сидит в Ютубе, какой контент образовательный должен быть на Ютубе? Вот, именно на это я и хотела бы сделать основной упор, на то, чтобы, играя, образовывать. Образовывать именно тех умных деток, тех, которые тянутся к хорошему, к светлому. Потому что очень много ребят, которые смотрят, к сожалению, и делают свою просто основную подписку на диссы, на, ну то есть, на вот это вот обливание грязью и так далее, да, других блогеров. Это как бы не есть хорошо. Охота, чтобы были яркие лозунги, но чтобы просто за счёт вот этого клика на этот пищащий лозунг Ребята узнавали о нас через игру, вот, в общем, в такой игровой форме. Вот вы как эксперт, скажите, пожалуйста, сейчас в Ютубе очень много различного контента, как хорошего, так и плохого, да? А как всё-таки детей, вот подрастающее поколение оградить от этого негатива? Есть ли такие механизмы в самом Ютубе? Если нет, то что необходимо сделать для этого? Как эксперт, так звучит. Ну, на самом деле, я, конечно, сама не так, чтобы прям совсем эксперт, да, так скажем, потому что этим я занялась всего лишь самой площадкой вот с проекта. Проект у нас ещё идёт, хайп-кэмп, да, просто подписчики растут, 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 поэтому меня и приглашают на данные площадки. Как оградить? Ну, как оградить? Ну, вот так вот, с помощью таких ловушек, с помощью, наверное, нас, блогеров, которые пытаются донести до детей что-то доброе и светлое, ну, наверное, оградить тем, чтобы взрослые блогеры, то есть мы всё же тянулись в первую очередь не за заработком, потому что если будешь думать о деньгах, то не думаю, что у тебя что-то получится, и твоя аудитория будет расти с каждым днём прям максимально. Нет, не будет такого. То есть нужно относиться к своему делу с любовью. Я понимаю, что многие, ну, не будем там перечислять по именам, да, кто у нас, к сожалению, опускает, да, и за счёт опускания поднимается. Но также есть очень много ребят хороших, которые пишут добро, и за счёт этого вытягивают именно юную аудиторию до уровня вежливых, культурных, воспитанных, и их, так скажем, взращивают. И последний вопрос, скажите, пожалуйста. Мария, а каким вы видите тех своих подписчиков, которым сейчас менее 18 лет, через 5, через 10 лет? То есть какое поколение мы сейчас растём? Взращиваем. Взращиваем, да. Ну, это, наверное, в первую очередь ребят, которые патриотичны. Тех, которые будут любить Родину, не будут хотеть уезжать за рубеж, так как, к сожалению, у кого не спроси, каждый второй хочет улетать именно туда, не ведая, что говорят. Ну, и довольных, лучезарных и тех ребят, которые будут писать реально годный контент, реально добрый, без матов. То есть вот такое хорошее видео, доброе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова